Предложили человеку стать инвестором, он им стал, отнес свои деньги, получил сертификат и сидит. В случае, если будет доказана вина каких-либо участников, должностных лиц, способников, всех, кто был причастен к схеме, и орган следствия сможет наложить арест и на их имущество, соответственно, это все может быть включено в ту массу, за счет которой гражданские мастерства потерпевшим будут возвращаться их ущерб. Исходя из данных средств массовой информации, вкладчиков 600 тысяч, стоимость арестованных активов, взятых денежных средств, этой суммы меньше, чем та сумма, на которую могут претендовать 600 тысяч вкладчиков. Всем привет, я адвокат Александр Горобец, компания Legal House, младший партнер. Давайте сегодня поговорим по вопросу B2B-джевелори. 15-го пирамида – это система, когда всем членам системы обещается и выплачивается доход за счет вкладов или инвестиций других членов, новоприбывших. Зачем далеко ходить за примерами МММ? Кратерный пример. Но первым был господин Понци в Соединенных Штатах Америки. Именно он является родоначальником пирамиды. Об этом я кратко рассказывал в своей статье. Можете посмотреть у меня в профиле. В народе у нас говорят инвесторы, партнеры, вкладчики. Четкого термина нет. Статус потерпевшего можно говорить очень долго и непонятно. Но когда вкладчик, инвестор, партнер сам внутри себя осознает, что его обманули, с этого момента он может себя считать потерпевшим и нужно обращаться в соответствующий правоохранительный орган. С заявлением. Для чего? Для того, чтобы вносить данные в реестр и начинать расследование. С юридической точки зрения есть две точки зрения. Первое – потерпевшие с момента, когда обратились с заявлением. Второе – с момента, когда получили памятку потерпевшим. Второе – с точки зрения придерживаться правоохранительный орган, потому что эту памятку не держат при себе, потерпевшему максимально долго не выдают. Мы же в широком смысле понимаем, подали заявление, считаемся потерпевшими. Как-то так. Изучая общественное мнение по данному вопросу, мы наблюдаем, что некоторые вкладчики-партнеры пытаются обращаться в суд о обзыскании ущерба. В гражданском порядке. Забегая наперед, скажу, что здесь существует несколько процессуальных моментов. Потому что в руках у вас сертификат. Но для того, чтобы подтвердить в суде факт перечисления, либо вклада ваших крононажитых, нужны какие-то финансовые документы. По понятным причинам не только эта финансовая пермида, но и другие финансовые документы не выдают. Акции АО МММ свободно продаются и покупаются во всех пунктах распространения акций АО МММ. Даже если судебный процесс начнется, вам с вашим адвокатом либо самостоятельно будет сложно подтвердить факт, что вы деньги в какой-то сумме когда-то кому-то перечислили. В руках только сертификат. А если не замыкаться именно на данном случае, то большинство финансовых пирамид вместо денег выдает какой-то красивый фантик. В отличие от любой другой ценной бумаги, акции АО МММ абсолютно ликвидны. То есть вы можете свободно продать их в любом пункте распространения акций АО МММ, причем по цене значительно выше той, которую вы за нее платили. Главный вопрос это подтвердить факт перечисления денег. Это в суде сложно. Поэтому остается другой вариант. Это уголовное направление. О нем и будет речь. Вернуть деньги двумя путями. Первый, наверное, самый реальный путь. По нему пошли те вкладчики, инвесторы, партнеры, которые вложились и вкладываются в финансовую пирамиду самую первую. Потому что самые первые, у них наивысшие шансы успеть получить возврат и даже немножко сверху, какую-то дельточку. Те, которые это делают в последние этапы, разумеется, их шансы микроскопические. Я сразу вам открою глаза о том, что никаких очередей для возмещения нет. И базой для возмещения ущерба, либо возврата денежных средств, является то, что правоохранительный орган успеет арестовать. И то, что после возможного приговора суда будет составлять актив, за счет которого будут возвращаться деньги. Но, опять же, это только после вынесения решения судом. А пока уповаем на то, что финансовая пирамида не успеет денежные средства, принятые от вкладчиков-инвесторов, реинвестировать другие объекты, потратить, спрятать, перечислить кому-то, либо каким-то другим образом замести слебы. Часто задаваем вопрос, куда писать заявление, кому обращаться. Будьте уверены, что ни один из отделов полиции не имеет у себя на фасаде объявления. Мы принимаем заявление B2B. В интернете нет фамилии следователя, который целенаправленно, централизованно принимает такие заявления. Поэтому мы исходим из позиции, что идти нужно в ближайший орган по месту вашего жительства, писать такое заявление. И потом, опять же, наше любимое слово. Два пути. Первый путь. Заявление вносится в реестр и начинается следствие по вашему маленькому, но вашему уголовному производству. Либо вы получаете отказ внести в реестр ваше заявление, и вам придется еще раз ходить в суд для того, чтобы орган следствия обязать внести данные в ЕРДР по вашему производству. Только после этого производство будет начато. Как я уже сказал, шансы сегодня вернуть в принудительном порядке денежные средства минимальны. Объясню почему. Решение суда, на основании которого в уголовном процессе будут выплачиваться денежные средства, это приговор. Если это приговор обвинительный, соответственно, все вкладчики, которые написали заявление и признаны потерпевшими, будут включены в число гражданских листов. Каждый из них получит исполнительный лист. И потом в исполнительной службе, в порядке установленном, как это у нас прописано в законе, будут взыскивать денежные средства, а теперь очень важно, именно с тех активов, которые следствие успело арестовать, обездвижить, блокировать. В случае, если будет доказана вина каких-либо участников, должностных лист, пособников, всех, кто был причастен к схеме, и орган следствия сможет наложить арест и на их имущество, на их активы, на их доли корпоративных прав, соответственно, это все может быть включено в ту массу, за счет которой гражданским местам потерпевшим будет возвращаться их ущерб. А теперь поясню, почему шансы минимальны. Потому что, исходя из данных средств массовой информации, вкладчиков 600 тысяч. Опять же, из средств массовой информации известно, что стоимость арестованных активов и взятых денежных средств этой суммы меньше, чем та сумма, на которую могут претендовать 600 тысяч вкладчиков. Отсюда делаем вывод, что на всех не хватит. Но опять же говорю, что здесь не будет очередей, кто первый, кто второй, кто третий. Все будут в одной очереди, и возвраты будут происходить пропорционально. Очень правильный вопрос по поводу объединения и обращения к адвокату. Объединение дает вам плюс в том, что вы сможете обмениваться информацией, лайфхаками, стадии рассмотрения какими-то сложностями рассмотрения, способами преодоления каких-то сложностей с людьми, которые находятся на шаг, на два шага впереди от вас. Так, с использованием этой информации вы можете ускориться, либо не допускать тех ошибок, которые допускали они. А я уверен, что в скором времени мы с вами увидим какие-то гражданские объединения, вкладчиков, инвесторов, еще каких-то субъектов. Основной плюс адвоката состоит в том, что адвокат вместо вас подготовит заявление, адвокат вместо вас выяснит, куда его правильнее подать, и вы будете наблюдать за процессом, а адвокат будет для вас формировать правовую позицию, каким образом эффективнее о себе заявить, получить статус и, соответственно, претендовать на возмещение полученного ущерба. Кроме того, адвокат, так же, как и вы, будет отслеживать информацию в открытых реестрах, будет получать информацию от следствия, аккумулировать ее, и у вас будет полная картина с юридической оценкой того иного шага. Кроме того, самый интересный момент адвоката, вы сможете задавать самые фантастические вопросы, те, которые вы не сможете задать следователю, судье, прокурору, потому что адвокат – это ваш адвокат, и он предоставляет вам консультацию. Поэтому, еще раз, возвращаясь к началу нашего разговора, если чувствуете себя внутри обманутым потерпевшим, чего тянуть? К адвокату. И начинаем процедуру. Если мы вдаемся все-таки в наши юридические термины и говорим по квалификации, из тех данных, которые мы видим в средствах массовой информации, речь идет о квалификации по легализации незаконно полученных денежных средств и о чистом виде мошенничества, предусмотренного 190 статьи УК, мы не видели в решениях судов. Причины, почему так, и нам пока неизвестны, но 190 в любом случае может появиться в любой момент. Поэтому у нас сейчас идет речь именно о тех статьях УК, которые регулируют вопросы, связанные с обращением денежных средств, финансами, легализацией. Первый вопрос. Если речь идет о сотнях, тысячах процентов дохода, будьте уверены, что здесь присутствует мошенническая схема. Выйдите на улицу, посмотрите в телефон, зайдите в интернет, какие у нас сегодня проценты по вкладам. Так банки предлагают. И на секундочку, банки регулируются, их деятельность очень зарегулирована. Есть Нацбанк, есть процедуры, есть законодательство. Что касается финансовых пирамид, это сфера деятельности абсолютно никем не контролируется и регулируется просто нормами гражданского права. Предложили человеку стать инвестором, он им стал, отнес свои деньги, получил сертификат и сидит сертификатом. Да, на сегодняшний день финансовые пирамиды не такие, как раньше. Нет необходимости стоять в кассе, в очереди. Есть кабинет, есть приложение, пожалуйста, перечисляем денежные средства из виртуальных в реальные на банковскую карточку. Но основной признак это баснословные прибыли, это раз. Второе, это, если речь идет о финансовых учреждениях, отсутствие четко понятных правил, договоров, банальных финансовых чеков. Вспомните, у нас сегодня практически везде, когда мы за что-то платим, нам выдается чек. Мы платим безналом, наличными, получаем чек. Здесь же, когда речь идет о финансовых пирамидах, мы даем деньги, получаем сертификат. Что это? Статуса, подтверждающего прием получения денег, сертификат не имеет. Просто подарок. Просто красивый буклет, бумажка. А когда с таким буклетом мы приходим в суд, ну, поверьте, очень сложно объяснить суде, что вот эта красивая бумажка означает то, что вы внесли куда-то деньги. Поэтому ключевой момент это регулирование, это прибыли. Соответственно, где есть регулирование, где есть такие прибыли, ответственность. Ответственность у тех лиц, которые причастны к функционированию финансовых пирамид, стоит определенных усилий со стороны наших правительных органов для того, чтобы эту причастность и злонамеренный умысел доказать. Усилие. Почему? Потому что отслеживать денежные средства принятые сложно, отслеживать активы приобретенные сложно, документировать возможно, но тоже сложно. А с учетом того менталитета, который у нас присутствует, когда нужно все и сразу, соответственно, желающих получить быстрые прибыли всегда в избытке, во все времена. Самый первый вопрос, почему допустили, почему раньше не прекратили, отвечая на этот вопрос, можно только фантазировать. Можно предполагать все возможные схемы, возможности, что все финансовые схемы уже изначально находятся под контролем, их деятельность только документирована, чтобы в нужный момент их деятельность прекратить. Такое может быть объяснение, собираются документы. Второе объяснение о том, что начиналось все легально, а превратилось и закончилось все нелегально. Объяснений на самом деле много. Или можно, например, третье объяснение о том, которое бытует в обществе, о том, что халява, она и есть халява, и получить все и сразу, и много, за чуть-чуть многие хотят. Как-то так можно объяснить.